Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я бы хотел выделить несколько элементов. Первое. Это чувство вины. За то, что вы что-то не сделали. За то, что вы что-то не сказали, как-то не поступили, как-то себя не провели. Так как хотел важный для вас человек. Второй момент. Это момент, связанный с вашими чувствами. То есть по отношению к людям, чувства свои вы склонны зажимать. По отношению к животным, чувства свои вы управлять. Нормально. Что говорит о том, что с людьми, в целом, у вас отношения, мягко говоря, зажатые. И вот где-то они зажатые, а где-то они слишком сильно выраженные. Слишком ярко выраженные. Что, конечно же, создаёт неестественность. Которая проявляется в таких ситуациях, в которых вы описали. Что вы отрицаете чувства другого человека. Имея в виду совсем другого. Откуда такой негативный опыт взаимодействия с людьми? Почему вы стесняетесь проявлять чувства по отношению к людям? Я полагаю, что здесь несколько, несколько нюансов. Это моя гипотеза. Я полагаю, что вы сравниваете себя с людьми. Вы где-то в глубине души состязались с людьми. Хотите быть на хорошем счету. Короче говоря, зажгите одобрение и позитивные оценки. Могу, конечно, быть не прав. Но гипотеза моя пока что такая. Ваш вопрос про то, что вовремя не поддержала и так далее. Сейчас про страх. Страх потери молодого человека. И вот эта ваша фраза, пока не поздно, да, как мне его поддержать? Ну, не бывает такого что-либо. Поздно. Точнее, не бывает такого пока не поздно. Либо не поздно, либо уже поздно. То есть, у вас несколько, я бы сказал, искаженное, нереалистичное представление об отношениях. В отношениях все действует или поздно, или не поздно. А пока не поздно. Нет. Это иллюзия. Ну, нужно понимать, что человек-то он может говорить, что вот, если бы ты мне сказал прости два часа назад, то я бы тебя бросил. А, ну, спустя два часа уже, простить я тебя не смогу. Что изменилось, сказать сложно. Ну, тем не менее. Поэтому, не работает это так. Другое дело, что вы сомневаетесь в том, дорожит ли вами молодой человек, и вы сомневаетесь в том, насколько искренне ваши отношения. Вот я охотно верю. Но не имеет отношения к тому, полный не полный. Вы скорее хотите удержать молодого человека, хотите удержать его, хотите удержать отношения. Ну, и если быть до конца точным, то хотите удержать свое состояние рядом с ним. То есть, вы хотите продолжать себя как-то рядом с ним чувствовать. И давайте немножечко сейчас вот сыграем на такое обострение чуть-чуть, да. Поймите правильно, не хочу вас обидеть, но просто как вот специалист должен высказать небольшую гипотезу, да, небольшое предположение. Вот момент, эпизод, где вы пишете про то, что ваш молодой человек грустный, сидит и все такое. Ну вот, а вы ему говорите, что мне не нравится, когда он расстроен. Вот это здесь про что? А я вам, в принципе, могу сказать. Это про что? Это про ревность, потому что чему-то уделяется больше внимания, чем надо. Когда был страх, а вдруг плохое настроение из-за меня, я что-то сделал не так. Это про непринятие. В первую очередь, непринятие себя. То есть, я не принимаю что-то в себе, не могу, не могу принять что-то в себе. Я не принимаю того, когда у человека плохое настроение. Хотя, плохое настроение – это нормально. Грустить – это нормально, быть грустным. Нормально. Но, не для вас. Да, вопрос, конечно, почему не для вас? Надо бы выяснить, как думаете, с чем связана эта история. Надо бы выяснить, почему вы так реагируете. И, да, немножечко повысить уровень эмоционального интеллекта, чтобы несколько лучше понимать и выражать то, что вы чувствуете и ощущаете. Но, да, от этого уж точно никакого не будет. А после чего-то. Понимаете, нет? О чём это речь? Дальше. Насчёт. Чувствия вини. Это вот то, что, собственно, вы чувствуете. То есть, вы чувствуете. Ну, здесь нужно сказать такой момент. Ну, важный момент, нужно сказать. Момент в том, что чувство вины – это, как правило, некоторое. Прогестурированность относительно того, что я не могу оправдать ожидания других людей. Вот, я пытаюсь обравдывать ожидания других людей, а у меня это не сказать, чтобы особо-то сильно получалось. И происходят проблемы. Ну, проблемы здесь нормальные и естественные. При таком, таком складе и при таком подходе к ситуации вашей. Условно говоря. Условно говоря. В любом случае, в любом случае, на мой взгляд, проблематика, она, ну, как бы, вот в этом. Я должна что-то делать. Я должна что-то делать. И если я этого не сделаю, то молодой человек, условно говоря. Молодой человек, молодой человек, от меня удалось. Если я этого не сделаю. Если я так не поступлю. Вот, ну, как от меня ждут, как от меня хотят, так далее. Такая штука. И, собственно, это, ну, действительно сложно, это действительно напряжение. Потому что, получается, что вы, вот, постоянно должны что-то делать. Хотите вы делать, ну, хотите вы этого, этого. Не хотите вы этого. Не так важно. Должны. И по-другому быть не может. Тяжело. 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 Вот. А-а-а-а-а. Дальше. Идём. Дальше. Значит. Выпишут. Так. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, же ли я такая чёртка, улетая не испытаем никакой грусти под этой и не должны видеться. Я должен грустить так же как другие люди, в которых я нуждаюсь. Я должна грустить так же как грустят другие люди, в которых я нуждаюсь. Если я не грустил, то значит я какая-то не такая. Условно говоря, меня бросят, значит меня бросят. Ну, значит я останусь одна. Скорее всего. Понимаете? Я боюсь одиночества. Я боюсь остаться одна. Я не хочу остаться одна. Я не знаю, что мне делать, если я остаться одна. Соответственно вас это пугает и это наверное нормально. Все вас пугает. Но вам это мешает. И с этим мне не работать. Дальше. Не могу простить себя за свою черство. Ну то есть по сути для меня это звучит как отдельно. Не могу признать, что я такая какая я есть. Потому что такая какая я есть. Не могу следовать той жизненной стратегии, Которую я там словно говоря себе наметил. Ну например, да. Ну это немножко... Это так не работает. Понимаете? А вы не можете быть той, кем вы не являетесь. А вы можете пытаться, да. Вы можете пытаться, да. Вы можете пытаться, да. Мягко говоря, такая история, я бы сказал, ну достаточно бесполезна. Вот очень много сил, да. Вы на это потратите. А сделать, ну сделать вы вряд ли чего-то сможете. Собственно претензии молодого человека к вам, да. Они базируются к несчастью. К несчастью на этом. Именно. Они базируются на том, что вам тяжело себя принять. Значит, что вы не можете себя принять. Вот. Понимаете? Такая штука. Такая штука. Такая штука. Такая штука. Такая штука. Такой вот ответ. Я могу вам дать с точки зрения психологии. Я могу вам дать с точки зрения психологии. Я могу вам рекомендовать быть немножко более открытым. То есть я могу вам рекомендовать несколько. Несколько. Более откровенно быть. Потому что сейчас вы, по моим ощущениям, очень зажат. И там условно говоря, даже если бы вот этой ситуации бы не было, даже если бы ее не было, была бы скорее всего какая-то другая ситуация, где вы так же выступили бы весьма негативно. Вот. И где вам было бы крайне страшно за себя, за ваше будущее с своим партнером. Да? Вот. И так далее. К сожалению. То есть это вот то, от чего вы не убедите, пока будете требовать от себя того, что, ну, вам не понадобится того, что вы не можете. Это корректируется, безусловно. Это поправляется. Это вырабатывается. Вырабатывается немножко, ну, немного новая такая позиция, да, вырабатывается. Все это вырабатывается. То есть это не так сложно просто. Нужно вырабатывать немного другую стратегию поведения. Лучше понимать себя. Вот. Но главное, чтобы вы выражали свои чувства, ну, людям. Людям. Понимаете? Обязательно я сейчас говорю, там, про, ну, про мужчину вашего. Вот. Я совсем не только про него говорю. Я вообще говорю про любые, ну, про любые отношения. Вот. Вам сложно будет строить любое, любое взаимодействие, любое, абсолютно любое взаимодействие. Вам будет выстраивать сложно, если вы, грубо говоря, не будете выражать то, что чувствуете. А пока вы, на мой взгляд, боитесь это делать. И пока вы боитесь, вряд ли, вряд ли будет какой-то... Ну, подвески у вас. Вот. А, простите, но... Это... Вот. Это... Так. Поэтому я надеюсь, что вам это будет... Ну, что вам было... Сполезно. То, что... То, что я сказал. То, что вам ответил. Надеюсь, что вы для себя какие-то выводы сделаете. Надеюсь, что вы... Ну, отнесете с... Это вот... К этому серьезно. Потому что происходит. Вот. И... Значит, начните работать над собой. Чтобы ситуацию... Ну, условно говоря, да. Разрешить. Чтобы она разрешилась. Ну, не беспокоила. Вот. Чтобы... Не... Не напрягала вас эта ситуация. Вот. Вот. А... Пока что... Получается... Так, что... Вас это... Очень часто подавляет. Вот. Ну, просто... Нельзя быть в отношениях. Нельзя быть в отношениях. А... А... Нельзя... Справа... Нельзя быть свободны. Если... Боятся что-то обысказывать. Да. Или... Боятся чего-то не обысказывать. Да. Нельзя быть в отношениях. Например, из-за того, что... Человек может... Ну, по пути... Ну, там. Нетонять. Там. Ну, что-то ещё такое, вот, если будет, да, вот, мне кажется, что освободившись от этих вещей, да, понятно, что вам нужно и стать более независимым от того, что делают люди вокруг вас, вы могли бы, ну, в общем-то, вы могли бы решить для себя многие моменты, вот. Ну, мне так кажется, опять же, вот, это то, что я могу вам сказать с точки зрения, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот. Давайте мы с вами, наверное, на этом пока что закончим, да, я надеюсь, это было полезно для вас, я надеюсь, что-то было интересного, вот, давайте мы с вами пока что закончим, а вы, пожалуйста, подумайте, вот, вы, пожалуйста, переварите всё, что я сказал, вот, и, значит, там, если будет желание, дайте какую-то обратную связь, да, чтобы вообще можно было наладить контакт с вами. На этом всё, я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго, вот, и успешного разрешения вашей ситуации.